Что нужно тебе для благополучия, Магомед? Мне для благополучия нужен дом, хорошая хозяйка, быстрый конь, и чтобы рядом были друзья. Но на самом деле, кажется, понять о благополучии, наверное, своё. И сегодня нам раскроет эту тему наш замечательный гость Максим Всеволодович Вячеславович Лукьянов. Итак, шаг номер два к благополучию. Максим Вячеславович, пожалуйста, вам слово. Александр Горович, спасибо большое за представление. Владимир Викторович, здравствуйте. Уважаемые зрители, я хотел бы поблагодарить вас за те замечательные комментарии, которые вы присылаете, за очень интересные мысли, очень интересные идеи. Я с большим любопытством и удовольствием с ними знакомлюсь. Кому-то я отвечаю, если серьёзные какие-то вопросы поступают. Поэтому ещё раз хочу вас поблагодарить. Уважаемые организаторы, я хочу вас поблагодарить за возможность выступить на платформе «Школы здравого смысла». И разрешите тогда перейти к презентации и включить экран. Если можно, Варисик Иванович. Хорошо тогда. Отлично, вот так. Отлично. Итак, я следую на самом деле рекомендации Владимира Викторовича, потому что мы закончили нашу прошлую передачу «Шаг номер один к благополучию». И Владимир Викторович сказал, что мы теперь знаем диагностику, мы теперь знаем актуализацию. Ну а теперь нам нужны какие-то следующие медицинские шаги под названием лечение, под названием профилактика. Ну и, собственно, поскольку по первому образованию я врач, мне эти понятия достаточно близки. Соответственно, в «Шаге номер два к благополучию» я с вашего разрешения перейду именно к практическим рекомендациям. Я хочу поздравить всех наших зрителей с наступающим 2022 годом, и пусть будут эти практические рекомендации, ну как своего рода такой новогодний подарок, которым приятно будет воспользоваться, и который однозначно принесет вам много положительных эмоций, много радостей сейчас и в наступающем 2022 году. Итак, на прошлом занятии мы с вами проговорили, что наш характер российский, он отличается такими моментами, как пессимизм, как осуждение и категоричность. И было приведено доказательство, почему это не есть хорошо, почему имеет полный смысл избавиться от этих черт в нашей коммуникации, в нашем общении, и сегодня мы с вами поговорим, каким же образом лучше и быстрее избавиться от этого. Почему это плохо? Потому что и осуждение, и категоричность, и коммуникативный пессимизм, они нарушают такие высшие принципы, такие законы Вселенной, как, например, неущими, нарушают такой закон, как отношение к ближнему, нарушают, соответственно, срабатывает закон, подобное притягивает подобное, соответственно, хорошее притягивает хорошее, плохое притягивает плохое, а вы бы хотели бы, чтобы что к вам притягивалось. Ну, в соответствии с этим мы дальше будем продолжать. Итак, избавляемся от пессимизма. Вот достаточно распространенная картина, общественный транспорт, стоит понурый мужчина, сзади стоит его ангел-хранитель, поскольку у каждого из нас есть ангел-хранитель. Давайте посмотрим, о чем же думает этот мужчина. Ну, что за жизнь? Жена-стерва, коллеги-сволочи, погода мерзкая, прям как сейчас на улице, да? А завтра опять все тоже. Жена-стерва, коллеги-сволочи, погода мерзкая. Слушает это ангел-хранитель, слушает и думает. Слушайте, так он опять то же самое заказывает, что он заказывал вчера, что он заказывал позавчера. Какая будет жизнь у этого человека? Я думаю, несложно предугадать. Соответственно, как нам лучше избавиться от коммуникативного пессимизма? Ну, во-первых, узнать, что пессимизм – это плохо. Второе, понять, что пессимизм – это плохо, от этого следует избавляться. Принять то, что пессимизм – это плохо. Захотеть избавиться от пессимизма и начать действовать. Вот смотрите, родители, они считают, что если ребенок узнал о чем-то полезном, то он сразу же должен перейти к пятому пункту, то есть он начать действовать, и в соответствии со своими знаниями он должен сделать какие-то выводы и должен изменить свое привычное поведение, изменить свои привычки и улучшиться с точки зрения родителей. Но самое интересное, что так думают не только молодые родители, так думают и начинающие руководители. Когда их поставили руководить персоналом, у них есть какая-то команда, отдел, подразделение. Если человек что-то узнал, если подчиненный что-то узнал, и, например, руководитель сообщил ему какую-то новость, то руководитель по умолчанию считает, что подчиненный почему-то должен уже сразу начать действовать, начать исправляться. Вот это на самом деле очень частое заблуждение, поскольку никто не отменял последовательность этих пяти этапов. Итак, узнать, понять, принять, захотеть и начать действовать. Вот в российской армии есть такой ответ, когда старший офицер дает приказ младшему офицеру, младший отдает честь, говорит, так точно, есть другие армии, где принято говорить следующие слова. Понял, принял. То есть сразу подчиненный дает понять своему руководителю, что он понял. А что такое понять? Чем понять отличается узнать? Узнать – это просто факты. А понять – это означает понять причинно-следственные связи, то есть понять смысл. А если принять, значит, человек принимает, значит, у него есть настрой и у него есть внутренняя готовность. Он может и не захотеть, но внутренняя готовность у него есть. Поэтому не нужно забывать об этих пяти фазах, и нам важно все эти пять фаз пройти. Итак, как будем избавляться от пессимизма? Первое – надо понять и принять, что пессимизм – это плохо. Второе – перестать высказывать пессимистические прогнозы и пессимистическую точку зрения. Это непросто, потому что, чтобы сблизиться, чтобы подружиться, очень часто вот эти вот общие точки соприкосновения, вот эти вот контакты человека с человеком, они идут, к сожалению, на негативной основе. На позитивной основе сложнее построить что-то общее, но это, к сожалению, особенности менталитета. Для нас важно зафиксировать это. И вот смотрите, фиксируйте свое внимание на том, в разговоре, что вы высказываете пессимистическое суждение. Понимаете, на этой стадии еще рано требовать от себя не высказывать суждение. Правда, еще рано. Если вы хотя бы зафиксируете, что да, мне кажется, я говорю пессимистично. Мне кажется, что я выдаю какой-то пессимизм в эфир. Мне кажется, что идет какой-то негатив. Если вы будете мысленно фиксировать на этом свое внимание, это уже очень хорошо, потому что дальше вам будет проще с этим работать. Следующий этап. Фиксируйте свое внимание на том, что вы в разговоре с другим человеком поддерживаете пессимистическую точку зрения. Но это уже более высокий уровень. И как чаще всего это происходит? Кто-то говорит, вот, дороги не убраны, вот, опять слякость, вот, опять плохо, вот, опять настроение, декабрь какой-то тяжелый астрологи, как всегда, предсказали. И вы говорите, да, да, это называется поддерживание пессимизма. Коллеги, перестаньте. Перестаньте поддерживать пессимизм. И вы увидите, как будет меняться атмосфера вокруг вас. И вы обратите внимание на то, что люди, с которыми вы говорите, они перестанут активничать и перестанут активно высказывать пессимистическую точку зрения. Что еще? Фиксируйте свое внимание на том, что вы мыслите пессимистично. Вот это вот очень важный момент, потому что вы, может быть, и не сказали что-то вслух, вы не поддержали чужую точку зрения, но вы зафиксировали свое внимание, что вы думаете плохо, думаете негативно, думаете пессимистично. Я в свое время интересовался, вот, собственно, зачем старцы уходят куда-то там в пустошь, в лес, в пустыню, в горы. Зачем они создают себе ситуацию одиночества? Потому что наибольшее искушение представляют человекообразные особи, то есть другие люди, которые находятся с этим старцем. А что же является искушением для старца, когда он уходит и становится отшельником? Ответ простой – его мысли. И когда он чувствует, что пошли какие-то пессимистичные мысли, когда идут какие-то в голове, крутятся негативные рассуждения, он начинает молиться, и он начинает с этим работать. Соответственно, вот это очень важный процесс. Что с этим делать? Ну, совет простой – просто перестаньте это делать. Переключайте с пессимизма на оптимизм. Сложно это или легко? Я могу сказать по собственному опыту, я так же, как и все вы, мы все сделаны из человеков. Соответственно, это порой бывает сделать не очень сложно. Что делать, если не получается? Переключите ваше внимание на какое-то позитивное воспоминание. Например, самое приятное. У кого-то может быть это отпуск, вечеринка с друзьями, день свадьбы, еще что-то интересное, какой-то красивый подарок он получил сам, или кому-то подарил ему очень приятно, потому что дарить подарки порой бывает намного приятнее, чем получать. И держите эту картинку визуально перед собой в течение 30 секунд. И не забудьте в течение 30 секунд насладиться ей, насладиться по полной программе. Вот это помогает переключить в голове определенные выключатели и перейти с негативного стиля мышления на позитивный. Очень известный писатель Джо Диспенза, вот приславляя вам его Инстаграм, он говорил, что мы должны стать счастливыми, прежде чем появится наше изобилие. То есть посмотрите, какая интересная причинно-следственная связь. Не в начале изобилие, а потом на основе изобилия появится счастье, а в начале счастье, а потом уже изобилие. И вот я вам хочу представить цитату из книжки бизнесмена. Очень известный автор Джефф Сазерленд, он автор великолепной книжки по новому революционному методу управления проектом, называется «Скрам». Там же он описывает, что такое модный нынче термин «эджайл». И он говорит о том, что люди счастливы не потому, что преуспевают, а потому, что счастливы. Это счастье – это прогностический критерий или предсказывающий индикатор, а в бизнесе принято такое слово – опережающий индикатор. Человек мало-мальски ощущает счастье и уже добивается лучших результатов. Вот смотрите, как интересно, да? Какая причинно-следственная связь. Следующее – это избавляемся от осуждения. Ну, как избавиться от осуждения? Ну, как мы уже с вами говорили, понять и принять, что осуждение – это плохо. Следующее – это фиксировать свое внимание на том, что вы в разговоре кого-то осуждаете. Еще раз, дорогие зрители, дорогие коллеги, не торопитесь сразу менять свои привычки. Это непросто. Просто зафиксируйте в голове, что вы – да, я кого-то осудил. Я вчера кого-то осудил, сегодня осудил, сейчас вот недавно в разговоре осудил. То, что вы отмечаете это в своей голове, это уже очень хорошо. Это значит, что вы продолжаете прогрессировать. Это означает ваше развитие. Следующий шаг – попытайтесь перестать осуждать сами. Непросто. Честно скажу, непросто. Особенно, если корпоративная какая-то культура, если уже сложились какие-то правила общения между друзьями или в семье и принято кого-то обсуждать, то если вдруг вы перестанете осуждать, естественно, на вас будут обращать внимание. Но что я вам могу сказать? Готовьтесь, на вас будут обращать внимание. Фиксируйте свое внимание на том, что в разговоре вы поддерживаете осуждение самым традиционным и, казалось бы, для вас невинным способом, просто звуком «угу». Ну да, здесь плохо, там плохо. Этот плохой, другой плохой. Ну да, чиновники плохие. Ну угу. Соответственно, перестаньте поддерживать осуждение. Вот это очень важный момент. Он не очень простой, потому что к вам могут быть вопросы, вас могут интересоваться, а как так? Слушайте, мы так хорошо с тобой сплетничали, мы так с тобой хорошо всех осуждали, со всем мы разбирались, у нас были общие... А сейчас что с тобой произошло? Поэтому, уважаемые зрители, такие вопросы вам будут задавать, если вы встанете на дорогу собственного развития и начнете избавляться от осуждения. Фиксируйте свое внимание на том, что кого-то осуждаете мысленно. Можно фиксировать, и я этим несколько лет уже занимаюсь, соответственно, я просто мысленно переключаюсь и перестаю это делать. Если вам это будет сложно, если не будет получаться, пожалуйста, сделайте следующее. Возьмите образ человека, которого вы осуждаете, и выделите в этом человеке какую-то одну положительную черту, выделите в нем что-то такое, за что его можно уважать. Вот это очень важно. И как только вы приобретете это, соответственно, у вас осуждение само будет уходить, потому что это будет противоречить вашей логике. Хочу еще привести пример из книжки Джеффа Сазерленда. Я могу сказать, что он абсолютно не эзотерик, он никакой не маг, это абсолютно прагматичный человек, написал действительно хорошую, интересную книжку. Я сам пробовал внедрять метод управления проектами в формате скрама, джайл и так далее, и это очень хорошо получается, особенно если в вашей команде есть IT-менеджеры. И он пишет, сколько раз ваша группа сталкивалась с проблемой, сталкиваясь с проблемой, сразу начинает искать виноватого. Помните три важных вопроса русской интеллигенции? Один из них – кто виноват? И он говорит, что когда вы спорите, то всегда, очень часто вы находите виноватого. Но если, например, речь заходит о вас, то вы всегда находите какие-то отговорки, вы всегда находите какие-то внешние причины и сами себе оправдываете, говорить, ну как же, у меня была объективная причина одна, вторая, третья, а вот у него не было объективных причин. И в литературе, в научной литературе этот феномен, он получил даже свое название, называется это фундаментальная ошибка атрибуции. И когда я это прочитал, соответственно, я вспомнил сразу же Святое Писание, Евангелие от Матфея, и я, честно говоря, не могу его не привести, потому что это абсолютно гармонично друг с другом. И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не чувствуешь. Ну и дальше добавляем, да, и каким судом вы будете судить, таким судом и вас будут судить. Карлос Кастанеда. Это уже более или менее эзотерическая литература, уже полноценная эзотерическая литература, и он касался вопросов осуждения. Он говорил, что если кого-то осуждать, то сам себе мешаешь стать счастливым. Ведь осуждение так или иначе всегда содержит в себе негатив. Ты можешь быть правым, справедливым, но что от этого толку, если внутри себя ты несчастлив? К тому же после осуждения всегда остается неприятный осадок в душе. Давно замечено, что человек, если кого-то осуждает, то сам потом с большей долей вероятности повторит ту же самую ошибку. Он не говорил в данном отрывке о вселенских законах, но мы с вами четко понимаем, что подобное притягивает подобное. Есть также закон обратной связи, бумеранга, и именно это и происходит. Далее он говорит, что вокруг нас реализуется ситуация под стать нашему видению. И когда мы кого-то судим, то направляем фокус нашего внимания на проступки и ошибки человека. И этим невольно притягиваем их в свою жизнь. Вот прямая реализация закона или высшего принципа подобное притягивает подобное. Если это сделать сложно, если, например, сложно отказаться от осуждения, ну что тогда делать? Тогда включайте логику. Это достаточно просто. Первое. Согласитесь с фактом, что вы и другой человек – это абсолютно разные люди. Не правда ли? Соответственно, очевидный факт, что вы прожили разные жизни и у вас абсолютно разный опыт. Не правда ли? Согласитесь с фактом, что существуют те обстоятельства, о которых вы не знаете, которые привели человека к осуждаемому вами решению. Не правда ли? И если вспомнить эту логику или записать себе на шпаргалку, вам будет проще дальше правильно реагировать на осуждение и избегать его. Вот замечательный пример. Кто изображен? Изображен старший принц английской короны. И мы с вами понимаем, что как можно охарактеризовать эту картинку. Какой ужас, какой кошмар, что творится в королевской семье. Наверное, его достали какие-то папарацци, и он высказывает этим жестом негодования по поводу назойливости этого папарацци. А если, например, сменить ракурс, то можно посмотреть совершенно другую картину. Оказывается, что принц показывает, что у него родился третий ребенок. Не правда ли? Есть разница и в фактах, и в оценках. Поэтому не надо спешить осуждать. Если кого-то более глубоко заинтересует эта тема, пожалуйста, я рекомендую вам посмотреть видео на платформе «Школа здравого смысла». Называется «Ближний круг как чистилище». Там есть и предпосылки, и актуализация, и некоторые другие более детальные приемы, инструменты, как избавиться от осуждения. И следующая заключающая наша программа, наша повестка – как избавиться от категоричности. Ну, первое – понять и принять, что категоричность – это плохо. И здесь, к сожалению, есть заблуждение. Преимущественно мужской части населения, потому что некоторые мужчины считают, что категоричность – это неотъемлемый признак цельности характера. То есть категоричность подтверждает вашу цельность характера. Коллеги, на самом деле это абсолютно не так. Некоторые также уверены, что категоричность означает доказательство наличия жизненных принципов. Ну как же, если у меня есть жизненные принципы, я должен их отстаивать, я должен быть категоричный, у меня должен быть классовый подход, и так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, еще раз скажу, это тоже заблуждение. Другие люди считают, что ответственность и самостоятельность без категоричности невозможно, что это признак ответственности и самостоятельности. Это тоже заблуждение. Со своей точки зрения я вам могу сказать, что не надо путать очень близкие понятия, не надо путать теплое с мягким. На самом деле это понятия близкие, но они абсолютно разные, и нужно их различать, разуметь и различать. Соответственно, твердость характера абсолютно не означает категоричность. Еще раз, это разные понятия и разные слова, которые несут в себе разные смыслы. Итак, как избавиться от категоричности? Категоричность – это отсутствие уважения к другому человеку. Категоричность – это примитивизм. Категоричность – это узкая картина мира. Категоричность – это отсутствие самодостаточности, вот что очень важно. И, как говорят психологи, психотерапевты, категоричность – это признак неуверенности. Что еще означает категоричность? Оно означает, что человек отрицает высший принцип – принцип согласия. А Вселенная в свое время сказала, что согласие – это настолько важный принцип, что порой согласие может быть важнее эффективности. Представляете себе, насколько высоко Вселенная ставит принцип согласия? Некоторые люди, когда они категоричны, они отрицают изменения. А что такое отрицание изменения? Это значит отрицание развития. Развитие, как мы знаем, это один из высших принципов, один из законов Вселенных очень серьезных. Соответственно, как будем избавляться? Будем для начала фиксировать свое внимание на том, что в разговоре вы признаете правильно исключительно свою точку зрения. Не нужно ничего делать, не нужно ничего менять. Достаточно просто зафиксировать свое собственное внимание. Все. Мне кажется, что я отстаиваю только свою точку зрения. Раз зафиксировали, два зафиксировали, три – уже хорошо. Уже это означает, что вы развиваетесь. Дальше попробуйте допустить в круг обсуждаемых задач другую точку зрения, не вашу. Просто допустите, что она может быть. И попробуйте ее услышать. Услышать и понять. Что говорили мудрые люди по поводу того, как имеет ли или не имеет ли смысл учиться у других людей и стоит ли придерживаться категоричности? Давайте начнем из древности. Китайский философ Конфуций. Он говорил, что даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинством я их постараюсь подражать, а их недостатком сам буду учиться. Ральф Уолда Эмерсон. Каждый человек, которого я встречаю, он в определенном отношении превосходит меня, и в этом смысле я у него могу поучиться. Чем интересен этот поэт, философ и пастор? Тем, что Дейл Карнеги, известный, он практически в каждой своей главе цитирует и представляет одну или другую цитату Эмерсона. И, поверьте, цитаты эти абсолютно достойные. И посмотрим, наконец-то, высказывание ныне здравствующего английского актера Билли Найи. Он говорил, что каждый, кто мне повстречается, знает что-то, чего я не знаю. У меня к вам вопрос, дорогие наши зрители, коллеги. Стоит ли продолжать оставаться категоричным? Итак, следующий шаг избавления. Выслушайте аргументы, которые представляет другая сторона, и некоторые вас, поверьте, они вас приятно удивят. И вы, будучи готовыми их принять, вы начнете их рассматривать, и кроме пользы, поверьте, ничего не будет. В английском языке вообще это очень вежливый язык. И у них категоричность не приветствуется. Если говорят, например, два малознакомых мужчины или женщины, они никогда не говорят и никогда начинают «я так считаю, я так думаю, это моя точка зрения». Они начинают с такой очень нейтральной фразы «как мне кажется» или «по моему мнению». Поэтому эта фраза сглаживает их высказывание и, соответственно, демонстрирует другой стороне, что они готовы услышать и другую точку зрения. Вот это очень важно. Категоричные люди, они, честно говоря, достаточно угловатые. Они видят мир в двух красках. Либо черный, либо белый. Либо черный, либо белый. Никаких других цветов у них нет, оттенков тоже нет. И это, конечно, очень печально, потому что они обкрадывают очень сильно себя. А чего боятся больше всего категоричные люди? Они боятся сказать слово «не знаю». Потому что они считают, что говоря слово «не знаю», это означает, что это доказательство их непрофессионализма. И ему проще осудить, ему проще привесить какой-то ярлык, правильный, неправильный, это не важно. Но ему важно высказаться. А вот сказать «не знаю», категоричные люди считают, что это демонстрация их слабости. Поэтому этого они больше всего боятся. А какой из этого можно сделать вывод? Вывод очень простой, что категоричные люди, они подвержены манипуляции. И ими действительно очень легко управлять. Но не грубо манипулировать, а есть особые подходы, как ловко можно манипулировать категоричными людьми. Ну и в частности хочу привести пример софизма. Софизм – это идея софизма. Зародилась еще несколько тысячелетий назад в Древней Греции, потом распространилась в Рим. И мудрецов специально обучали тому, чтобы доказывать какое-либо мнение с помощью заведомо ложных аргументов. Еще раз, коллеги, обратите внимание. Заведомо ложных аргументов. Но эти доказательства, при всем при том, они выглядели очень правдоподобными. И хочу вам привести такой хрестоматийный пример рогатого софизма. Вы поймете, почему рогатого. Этот пример приводили нам на кафедре философии в медицинском университете. Первый постулат заключается в следующем. Что ты не потерял, то ты, соответственно, имеешь. Ну, правда ведь логично? Если ты что-то не потерял, значит, это у тебя есть. Ну, это правда, это ведь логично. Соответственно, рогов, предположим, ты не терял. Тоже правда, тоже правда. Рогов мы не теряли. Сад талобыть, ты рогат. Вот простой хрестоматийный пример софизма. Меня привлекла в этом году обложка журнала «Экономист». И последние несколько лет я знаю, что есть люди, которые гадают на кофейной гуще, а есть люди, которые гадают по этой обложке и предсказывают какие-то будущие события. Что меня привлекло в этой обложке? Честно говоря, меня привлекло второй и четвертый квадрант. С одной стороны, можно их привязать к временам года и даже определенным месяцам, но если мы присмотримся, то мы увидим, что второй квадрант является перевернутым четвертым квадрантом. А что же мы видим внутри? Мы видим медицину, мы видим какие-то биотехнологии, мы видим какие-то шприцы. То есть явно что-то связанное с медициной, с биотехнологией, с наукой. Но и в связи с этим я хотел бы продолжить свою тему софизма. Вот, например, пример софизма, который может нас ждать в 2022 году. Лекарство, которое нужно принимать больному, это польза, это выгода, это хорошо. Это добро. Чем больше добро, тем, соответственно, лекарство лучше. Стало быть, лекарства нужно принимать как можно больше. Правда, издалека кажется, что это логично. Вроде бы логично, но тем не менее, это стопроцентная манипуляция, это пример софизма. Давайте посмотрим другой софизм, перевернутый. Все лекарства – это результат химического синтеза. Логично? Логично. Правда? Более чем правда. Химия для организма – это яд. Логично? Тоже логично. Мы все так говорим нашим детям, когда они злоупотребляют какими-то леденцами или еще какой-то химической пищей. Соответственно, все лекарства – это яд. Коллеги, это тоже софизм. Это тоже ложь. Ложь стопроцентная. Но категоричный человек, ему очень тяжело переключиться, ему тяжело работать с этой софистикой и отличать правду от лжи. Есть очень много инструментов манипулирования. И софистика, и паралогизмы, и инсинуации, и подгонка фактов под результаты, и НЛП, и ложь, и многое-многое другое. Ложь, кстати, очень эффективный, замечательный инструмент. Он использовался на протяжении многих тысячелетий и будет еще эффективен в течение нескольких десятилетий. Им некоторые люди достаточно умело пользуются. Но печаль состоит в том, что всем этим инструментам манипулирования очень сильно подвержены именно категоричные люди. Соответственно, у меня возникает вопрос. Дорогие категоричные люди, а вы точно хотите оставаться категоричными? Это ваш осознанный выбор? Не торопитесь с ответом, пожалуйста, подумайте. Подумайте, ответьте себе сами. Закон свободы выбора никто не отменял. В свое время, когда известного израильского философа, историка Юваль Ноэ Харари превратили в Давос, это было в 2018 году, ему задали вопрос. Скажите, Юваль, а вот какие новые навыки вы считаете наиболее востребованы? Чему нужно учить людей? Чему нужно учить детей? Для того, чтобы жить в нашем неспокойном и непредсказуемом мире. Он назвал несколько навыков, и один из главных навыков, которые он озвучил, это был mental resilience. Это означает ментальная устойчивость. Но мы можем как это перевести нормально на русский язык? Мы можем перевести как осознанность. А можем перевести как здравый смысл. И очень приятно здравый смысл произносить на платформе «Школа здравого смысла». Вы видите протянутую руку Харари, да? Помните, как мы говорим нашим коллегам, нашим подчиненным, нашим детям, «Слушай, ну сколько можно раз тебе говорить?» Ну, включи голову. Так вот, включи голову – это как раз есть та самая осознанность. И сейчас этот навык, коллеги, уважаемые зрители, востребован как никогда. В этом году я вам представляю свое шестое выступление. И мы прошли очень много интересных моментов. Мы разобрали материалы, мы разобрали девять высших принципов. Часть из них какие-то очень детальные, часть поверхностно. Но, по крайней мере, мы с вами уже понимаем, что есть высшие законы, есть высшие принципы, которые работают. Работают вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим, знаем мы о них или не знаем, разбираемся мы в них или не разбираемся. Они работают, и они работают абсолютно предсказуемо. В завершение нашей программы я хочу задать тот вопрос, который я задавал в предыдущей передаче. Шаг номер один к благополучию. Дорогие друзья, хотите жить долго? Хотите жить благополучно? Если ответы на первый и второй вопрос положительные, я хочу нас всех поздравить, потому что нам всем есть чем заниматься. Я себя считаю, причисляю абсолютно к вашей группе, потому что и мне в том числе есть много над чем работать и над чем совершенствоваться. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. И пользуясь возможностью, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Добра, благополучия, здоровья и осознанности. Пожалуйста, побольше логики здравого смысла. Спасибо. Какая замечательная лекция. У меня появилось много оптимизма, много радости. И я сделал второй шаг на путь к благополучию. Нет, я сейчас безъерничный. Спасибо большое. Замечательный совершенно курс. Это только второй шаг, еще будет до третий. Я знаю, я знаю, но мы же сказали, уже шесть занятий прошло. Был определенный курс в течение всего года. И мы Максиму Вячеславовичу за это благодарны, за то, что он в нашей команде, за то, что он присоединился к нему, за то, что он рассказывает такие замечательные вещи. Внушает в нас оптимизм. Мы в 22-й год смотрим с надеждой, с любовью, верой. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо вам большое.